Вы смотрите отзыв об отеле Бияхо Айленд Визор. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Микоил Ай, который был в нем в 2014 году. Еще 15 дней босиком или кому опять на Мальдивах жить хорошо. Полгода после последнего отпуска кануло в лету, организм лихорадочно засобирался в следующий. Тренировки с трубкой и ластами стали почти ежедневными, пока на кошечках. Любовно до блеска начищались фотоаппараты и навострялись лыжи. И, наконец, пока практически трезвые школьники, мудрое местное правительство предусмотрительно запретило продажу алкоголя 1 сентября. В реле за первой порцией знаний, часть жителей, взвалив чемодан на гор и волоча ласты, под палящим мурманским солнцем направлялась в аэропорт, чтобы сделать сказку былью. То есть, чтобы опять полететь на остров, где в прошлом году осталась масса недоделанных дел и недовозвращенный код. Далекое прошлое. Осень 2013. Прочитанная в детстве и после этого надолго забытая книга Тура Хейрдала «Мальдивская загадка» увесистый рухнул мне на башку с верхней полки шкафа не зря. Это знак, понял я. А не замахнуться ли на острова, понимаете ли, наши мальдивские. Вот так в прошлом сентябре меня и занесло на Мальдивы, на маленький остров отель Бияху, смотри. Наше время. Дело клонилось к осени. Научные методы выбора пункта отдыха. Орел-вешка пятерублевой монетой решено оставить в прошлом, а положиться исключительно на нюх, который, как известно, почти не пропьешь. А он собака толкал все туда же, куда и в прошлый раз. Нет, чтобы куда подешевшая попроще, но там Турция, али Египет. Нет, эта старая сволочь толкал не менее старую опять на Мальдивы. Теперь вопрос, куда? Обязательные требования, домашний риф, отсутствие анимации и шума, песок, джунгли, чтоб на острове только отель, здоровое питание без закидонов и прочее. Смотри прошлый отзыв, привели всего к паре островов, один из которых Бияху. От добра добра не ищут. Составлять бюджет путешествия, значит отравлять себе жизнь еще до начала трат. Этим и занялся. Наконец, крепя зубами и кошельком, собрал чемодан. Хотя чего там собирать? Плавки, еще плавки, ласты, маска да пара футболок, достаточно для Мальдив. Путь до Москвы ночевка в Скайпоинт оказались ничем не примечательными. Регистрация за 30 часов дала возможность выбрать место у окошка. Но все равно пришлось ждать. Сначала полусидя на полу в Муково, предбанник перед границей был битком, а затем в зале ожидания международных линий. Самолет вылетал после полуночи, а в зал запустили за 6 часов. Wi-Fi не работал очередной ППВ от властей. Народ, уткнувшись в разнообразные девайсы, через некоторое время разочарованно крякал и переключался на другие развлекухи, доступные пассажиру, как то и любование урнами и другими достопримечательностями, поедание разной вредной пищи и выпивание, по большей части вредных, напитков. Некоторые пассажиры подходили к процессу ожидания более творчески, но после 2-3 литров пива теряли слух и ориентацию во времени. То и дело раздавались вопли диктора о том, что самолет уже улетает, а того-то и того-то на борту не досчитываются. Наконец, долгожданная посадка. Перед входом в самолет пара работников аэропорта яростно вели деловой разговор. Они выражались так предельно и виртуозно ясно, что разум отказывался понимать. Матом не говорят, им разговаривают. Да ладно, надеюсь, это они не о самолете. Лишь бы касатик крылатый долетел до Мальдив. И тут выясняется, что самолет полупустой. В прошлом году битком, не продохнуть, а сейчас каждому по паре мест. А особо жадным, сразу 4, спи не хочу. Потеряли Мальдивы былую привлекательность, и опять большинство отдыхающих молодежь. Меня ужасает не мой возраст, а возраст моих ровесников, стартеров. Их было, раз-два и обчелся. Впрочем, в возрасте есть и хорошая сторона, как бы ни был старт, ты моложе, чем будешь завтра. Каждая третья пара, молодожены, почему-то решившие, что Мальдивы самое то для веселого медового месяца. Они еще не знают, что самые трудные годы брака, это те, которые следуют за свадьбой как раз сразу после медового месяца. Все чаще видятся парочки папик плюс. Где у? Губы и грудь одного размера. И чем ярче, тема нашумливее. У каждой части тела свой идеал счастья. Сегодня черед основной, ей досталась возможность сидеть сразу на двух креслах. Ночь пролетела, мы тем временем, плюс один час к Москве, подлетели к Мальдивам. 9 часов 30 минут утра. Сначала под крылом проползали сказочные острова. Потом показалась столица островов Мали, а затем и аэропорт. Полоска суши средь океана на соседнем со столицей острове. Вчера гис-метео сулил замечательную погоду на Мальдивах, но синоптики ошибаются только раз. Зато каждый день, так что точный прогноз на сегодня узнали только сегодня. Сегодня был мрачным, хотя и около плюс 30, и здесь это всегда. Сейчас не сезон, так что это было ожидаемо. Впрочем, здесь если и не нравится погода, надо подождать несколько минут, и солнце сменяет тучи, как, впрочем, и наоборот. Самолет сел в свет луж, небо затянуто. Но как-то совсем не по-мальдивски. Народ взгрустнул, особенно прилетевший на 3-5 дней, когда каждый день на счету. Пограничный контроль быстр, а вот таможенный опять забержал. Досматривают все вещи, даже багаж, на наличие алкоголя, свинины и прочего запрещенного. Каждого третьего, после просветки, заставляют вскрывать багаж и доказывать химический состав жидкости в разнообразной таре. Не минулась и я чаша. Но вот контроль пройден, и организованные туристы кидаются искать представителей туроператоров, а дикие разбрядаются по причалу. На выходе в магазине продаются местные симки. 24 доллара обходится безлимитная симка, но смотреть надо в оба. Добрая малейка продала мне симку, но 22 доллара на нее положить забыла, так что все равно без местной связи. Теле 2 не работает вообще, а МТС хотя и работает, но только на спаме, рекламных и информационных смс поимел на 50 долларов. Посадка на катер, где оказалась еще пара туристов, из Барнаула, прилетевших на Бияху, и аэропорт остался позади. Плыть до острова минут 40. В этот раз по спокойному, хотя и плачущему дождем океану. Здравствуй, Бияху. Погода мрачная, крапал дождик. Совсем не тропический, а осенний. Рядом с печалом бродил цепль, равнодушно осматривая прибывших и, время от времени, изящно вытаскивая рыбку из воды. Теперь надо осмотреться, все ли на острове сохранилось с прошлого года, или прогресс и шумные туристы доплелись и сюда. Выдавив очарование маленького тропического острова. Главное, вовремя разуться. Забыть на две недели про обувь. Везде мягкий коралловый песок, а посещение присутственных мест типа ресепшн, ресторана и бара обуви не требует. Так, песок остался приятным на ощупь и белоснежный. Ничуть не хуже прошлого. Плюс. Все так же дайвингисты кишат вокруг пирса. Плюс. На причале, как и прошлый раз, встречает персонал и провожает до ресепшн. Персонал здесь достаточно приличный. Внимательный, улыбчивый и старающийся помочь. Плюс. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.